Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм и сегодня у нас будет необычный видосик именно о моем сервере. Как многие знают, кто постоянно присутствует на стримах, у меня есть свой сервер, но многие мне задают вопрос, это твой сервер и так далее. И вот я решил записать вот так вот отдельное видео, где я вам все расскажу подробно. Обязательно ставьте лайк, пацаны, просто обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто не подписан. Итак, давайте начнем с самого, я думаю, начала, как я вообще попал на этот сервер и почему же это мой сервер и я здесь основатель. Итак, примерно год-два назад этот сервер заказал у меня рекламу. Сразу говорю, что изначально сервер создавался не для игроков, а чисто для себя, чтобы играть здесь с друзьями. И потом основатель, то есть Лёва, он решил, точнее создатель, он считается он создатель, он решил сделать уже сервер для игроков и начал заказывать рекламу. Первый, кто пропиарил этот сервер, это был, естественно, я. И потом как-то они мне заказали, короче, там за все время, где-то за год, серии, наверное, пять. Я пиарил этот сервер, короче, я этого не скрываю. И потом мне этот сервер стал как родной. Изначально я здесь потом стал администратором второго уровня, потом я работу работал, потом стал шестого уровня и так далее. И тем самым он дошел до основателя. И как бы Лёвой мы поговорили, и я в итоге стал основателем сервера и уже являюсь им больше, чем полгода. Почти уже год я являюсь основателем сервера YONRP. И это мой сервер, у меня есть доступ ко всему. Если что. И онлайн у нас здесь стабильный 150-200. Раньше был онлайн, пацаны, 300 стабильный, примерно неделю назад. Но из-за того, что конкурентов... У конкурентов бомбит от того, что у нас успех такой, что у нас онлайн поднимается. У них от этого бомбит, и они читами разносят сервер. Но мы пытаемся этому всему предотвратить, но все равно онлайн просел. Онлайн просел, но ничего, мы с этим все будем делать, чтобы онлайн рос, чтобы вам было комфортно играть. Сразу скажу, что сервер развлекательный. Это РП сервер, пацаны, но развлекательный. То есть у нас собираются все правила. Давайте я вам, к примеру, покажу, какие у нас наказания. Драймджайл 90. Вот. Вот все наказания. Да, они смягченные, но все равно соблюдаются полные РП на сервере. Как бы я за этим слежу, и я это контролирую, чтобы все было по РП. Так что наказания выдаются. На сервере присутствует бонус 60 миллионов, при входе на сервер и 500 кредитов. Кредиты и деньги вы можете потратить куда угодно. На сервере можно купить вертолет, машину и так далее. В принципе, есть также такая команда, как бонус. Вот, пишем такую команду, бонус. Это уже зависит от игроков. При онлайне более 105 человек, 10 рандомным игрокам получают 10 кредитов. А вот самое последнее, при онлайне более 400 человек, 6 рандомных игроков получают второй уровень админки. Это очень круто, эта система при Payday, она дает рандомным людям, в зависимости от онлайна плюшки. Как бы, это я одобряю. Многие мне писали, типа, вот, ну, БРП сделает ПСР. Но, как по мне, я уже играю здесь около двух лет, как бы, и бонус, мне кажется, этому проекту не мешает. У нас уникальный мод. У нас проходят частые обновления, крутые обновления. Можете за этим понаблюдать в группе. Рекорд нашего онлайна 360 с чем-то, я точно не помню. Это рекорд нашего онлайна, без ботов. Ботов у нас на сервере не было и никогда не будет. Можете сами все это проверить у меня на стриме. Я постоянно стримлю, на сервере можете запись там пересмотреть. У нас все игроки это настоящие люди. Ботов у нас никогда не было и не будет. Поэтому не нужно что-то там писать, что у нас боты. У нас их нету, не было и никогда не будет. За что живет сервер? За счет того, что на сервере продаются админки. Да, пацаны, не нужно бомбить. На сервере продаются админки и сервере нужно на что-то жить. Куда уходят деньги? 80% уходит это зарплата мапперу, модпакеру, скриптеру, оплата хостинга и реклама. На это уходят деньги, пацаны. На это реально уходят деньги. Если что, админку можете купить. Либо у меня, либо у Лёвы. Как бы все контакты есть в группе. И IP, и группа будут в описании, кто не знает. Это видео я специально записываю для тех подписчиков, кто не в курсе, что у меня есть свой сервер. Как бы я решил для этого записать. Я давно хотел записать такое видео, но я, пацаны, на стриме делаю, на стриме это не то. А вот видосик это именно то, что надо. Также недавно на сервере появился сооснователь, ютубер. Это Какаяо Ченнел. Он является сооснователем. А я являюсь, если что, по-сооснователем. Это большая разница, если что. Но он пришел на сервер ради денег. Он этого не скрывает. Он об этом видосе своем говорил. Как бы можете там, может посмотреть его видео, как хотите. Ну а теперь я давайте покажу вам, что есть у нас на сервере интересного из фракций. Итак, вот у нас первая организация. Это Мэрия. Мэрия у нас находится, ну, грубо говоря, как Рыжевск. На Мазинге, но только у нас он задействован нормально. Вот, Мэрия, короче, здесь вы можете получить паспорт, если у вас его нету. Либо устроиться на работу. Водите маршрутки, водите такси, автомеханик, либо уволиться с работы. Как бы интерьеры у нас все уникальные. Сами делали, если что, не паблик моды, как бы, не паблик маппинг и так далее. Все делается с нуля. Поэтому не нужно кукарекать, что у нас что-то украдено. Украдено, возможно, у нас что-то было. А мы ни у кого ничего не крали. Здесь, я так понимаю, у нас можно переодеться. В принципе. И так далее. Я могу все лидерки выдать, но в этом нету потребности. В принципе, я и так вам все покажу. Итак, следующая фракция, это у нас ДПС. ДПС у нас находится тоже, грубо говоря, в Рыжевске. В принципе, постоянно у нас облау, повторюсь, происходит на сервере. Так, заходим сейчас в интерьер и смотрим. Вот у нас такие кабинеты. Здесь, в принципе, вот так вот вам покажу быстренько, что у нас здесь есть. Вообще, покажу вам все фракции, какие у нас есть на сервере. Чтобы новые игроки, или кто не знает, чтобы вам показать, как и что. Как бы, вот у нас переодевалка. Здесь вы можете переодеться и взять оружие. Ну, а здесь у нас КПП, здесь проходят собеседования, вопросы всякие задаются и так далее. Ну, и здесь можно купить лицензию на оружие, получить номер на транспорт, получить номера на семейный транспорт, купить лицензию на бизнес. Следующая фракция, это у нас больница. Больница находится в Арзамасе, в принципе, она у нас одна. Не две, а одна. Здесь вы можете справочник, в принципе, посмотреть, оформить мне карту, можете, как бы... Ну, и здесь вы появляетесь после того, как вас убьют. Интерьер, в принципе, такой обычненький, хорошенький. Я думаю, нормально. Но я бы, на самом деле, надо будет койки добавить, чтобы лечиться быстрее. А то, как-то, не очень быстро, в Больке можно вылечиться. Ну, по моему мнению, поэтому надо будет скриптеру сказать, чтобы он это сделал. Вот, короче, палаты все там и так далее. Все здесь, короче, есть. Здесь у нас не открывается. Ну, и все, в принципе. Следующая фракция у нас, это Армия. Да, она у нас тоже единственная. Находится на... Ну, как вам объяснить? Как на родине Приморска. Вот, в этом месте у нас она находится, короче. Здесь у нас есть транспорт. И обращайте внимание, что без модпака играю, потому что я захожу чисто поработать, пацаны. Это поспекать и помочь игрокам. Поэтому я играю без модпака. У меня даже, по-моему, машина есть, но дома у меня даже нет. Как бы я захожу чисто работать. Вот у нас здесь такие. Но модпак можете скачать, он у нас есть. Как бы, если что, вы ему можете спокойно скачать. Так, давайте зайдем, сейчас покажу вам весь маппинг там и так далее. У нас казарма получается. Сейчас посмотрим, что здесь и как. Мне интерьеры наши очень нравятся, на самом деле. Прям кайфовые. Но раньше в русской мафии интерьеры мне нравились, а сейчас они там другие. Ну, здесь вы можете там взять оружие, по идее, и так далее. Здесь там... Так, погнали дальше, на столовую, по идее, я сейчас покажу. Такой подробный взор моего сервера, чтобы вы понимали, куда вы будете приходить, на какой сервер. Так, вот здесь у нас столовая получается. В окно все видно, кстати. Это круто. Это реально круто. То, что в окно видно все. Здесь мы можем покушать, в принципе. Вот здесь тоже в окно видно весь транспорт, а мы так далее. Интерьер у нас очень хороший. Следующая фракция, это у нас СМИ. Система массовой информации, то есть. Но они редко, конечно, работают. Надо будет этим заняться, кстати. Здесь что-то, кстати, с интерьером бах какой-то. Надо будет исправить. Но СМИ, конечно, популярностью не пользуются у лидеров. Поэтому я хз. По-моему, даже лидера нету. Вот здесь можно переодеться. Здесь у нас студия такая. Ну, короче, интерьер нормальный. Следующая фракция, это у нас итальянская мафия. Здесь такие розовые машинки, в принципе. Повторю, что модпак у меня нету в связи с тем, что я только работаю, а не играю. Поэтому я всегда без модпака. Так, заходим в интерьер. Сейчас покажу вам все тоже подробненько так. Вот здесь у нас такие интерьеры. Блин, классный интерьер на самом деле. Но раньше интерьер был еще лучше в русской мафии. Не знаю, чего убрали. В принципе, да. Поэтому вот такие вот дела. Ну и следующая фракция русская мафия, в принципе. Вот здесь у них такие машинки стоят. Ну, интерьер у них вроде бы как одинаковый, если не ошибаюсь. Сейчас зайдем посмотрим. А, нет, интерьер у них разный. Вот это круто, кстати. На Амазинге все интерьеры одинаковые. Здесь у нас разные. Вот это круто. По-моему, вот этот интерьер мне нравился. Или какой-нибудь, по-моему. Там такой интерьер был, что еще в подвал спускаться. Ну, это тоже прикольный. Этот больше мне нравится, чем итальянская мафия, кстати. Общак есть. Все круто. Все классно сделано. Вообще по кайфу. Погнали дальше. Так, следующая фракция типа ОПГ, там ЦСК, Спартак и фракции такие у нас типа, типа, я так понял, футбольные клубы или что-то типа такого. Вот, ФК, ЦСК. Ну, короче, ОПГ, грубо говоря. Может, он так и называется, я просто не понимаю эту аббревиатуру. Вот такой вот интерьер у нас, в принципе. Вот есть общак. Как бы патроны, наркотики, деньги. Вот все у нас здесь есть. Туалетик. Комната у нас. Ну, я думаю, интерьер, в принципе, понятен. Кухонька. Так, следующий у нас тоже Спартак, только теперь. У них такие красные машины. Находятся они, я так понял, типа, в Рыжевске. Да, я так понял, в Рыжевске. Окей. Интерьеры я точно не знаю, у них одинаковые или разные. Но, скорее всего, одинаковые, да. У ОПГ, скорее всего, одинаковые интерьеры. Они разные, кстати. Нормально. В принципе, нормально. Что-то мне это... Стоп. Оно, этот интерьер, в принципе, как на Вазинге вроде бы как был. Поэтому у него ничего такого удивленного нет. Вроде он немного переделан. И последняя фракция, это у нас спецназ получается. Вот, спецназ находится в Арзамасе. Давайте посмотрим, что у них там за интерьер. И посмотрим их автопарк. Вот такой вот интерьер в спецназе. Ну, ФСБ, спецназ, ну, поняли, короче. Как бы, да. Такой хорошенький интерьерчик у нас в спецназе. Здесь оружие можно брать и переодеваться, в принципе. Я думаю, это тоже все понятно. Ну, а вот такой автопарк получается у нас у спецназа. Вот у них такая еще территория там есть. Ну, территория у них, кстати, большая у спецназа. Ну, это правильно, в принципе. Спецназ все-таки, как бы, и стол у них, типа, свое, вот. Там и так далее. Полигон, эстакады, ну, заправка, все, короче, очень круто. Ну, и развлечения у нас это казино, в принципе. Система у нас делается, фишки у нас делаются. На самом деле, я больше делаю, как на мазинге, через дайс просто. Ну, а так вот, вот столики есть, здесь вы покупаете фишки. Максимум фишек, по-моему, можно 10 миллионов купить, либо миллион. Ну, я думаю, это все понятно. Есть также бар, где вы можете выпить. Там абсентика можно ебнуть, там, и так далее. Также есть, короче, загс, пацаны, в Батырево, где вы можете... соединиться со своей второй половинкой, так сказать, в принципе. Вот такой вот интерьер. Вот здесь такие команды, короче. Также в Арзамасе есть университет, где вы можете обучаться, типа, честно, я сам эту систему не проверял, но нужно будет, кстати, проверить. Нужно реально будет, кстати, проверить. Так, тем более наличие паспорта, наличие медкарты. Так, далее. Ваши документы были поданы в университет. Окей. Здесь можете, типа, получить образование. Вот, дойдете, короче. И здесь вот такая вот книжечка есть. Так, начать сдачу экзамена. Если вы готовы, нажмите Далее. Вот здесь у вас спрашиваются вопросы всякие. Университет теста. Столица России. Москва. Ученый. Насквозь. Все человечество. Физрук. Учитель. Ну, я, кстати, этого не знаю, в принципе. Ладно. Кто захочет, вы, в принципе, можете потом получить такое образование, так сказать. Я думаю, это довольно-таки интересно. Круто. Также в Эткарина есть драг-трасса, где вы можете погоняться, в принципе. Я думаю, многие помнят, кто нам указали давно эту драг-трассу. Она находится в Эткарина. Вот. Недалеко, короче. Именно возле Вэткарина, возле воды. Находится вот такая вот драг-трасса, где вы можете погонять со своими друзьями. Либо там на деньги и так далее. Ну, и, естественно, есть множество домов и бизнесов. Каждый месяц происходит в домах и бизнесов. Аккаунты не трогают. Это же для того, чтобы кто не играет, в принципе, оно не застаивалось. И чтобы каждый мог повладеть, ну, каким-то бизнесом, каким-то домом и так далее. Чтобы все это не застаивалось. В принципе, я думаю, это понятно. Там дома есть по 2 миллиарда и так далее. Экономика очень специфическая на сервере. Я думаю, вы сами должны это понимать. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поняли, для чего я это снял видео. Чтобы больше на стримах не было вопросов. Чтобы все мои подписчики знали, что у меня есть свой сервер. Как бы и были в курсе всего. Все, всем спасибо за просмотр. Айпи, группа, все будет в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok